Субтитры делал DimaTorzok 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 Точно так же как и само это имя должно быть в состоянии Насб, то есть в винительном падеже. В Алям-танасбхи признак состояния Насб в этом имени это Аль-Касрат Аз-Захирату Аля-Ахирихи, явный Каср над его окончанием. Ниабатан Аниль-Фатхати в качестве замены огласовки Фатха. Почему признак состояния Насб в этом имени является Касра? Потому что это имя множественного числа женского рода, а точнее говоря, имя множественного числа, образованное путем добавления на конце окончания Алифа-Ита, Джаннатин, букв Алиф-Ита. Значит, слово Хаббан и Джаннатин находятся в одном и том же падежном состоянии, несмотря на то, что у первого имени на конце Фатха, а на конце второго Касра. Потому что у падежа Насб пять признаков, двумя из которых являются эти Фатха и Касра. Значит, имя, стоящее после союза Вау и вообще других союзов, должно соответствовать предыдущему имени в самом падеже, а не в падежной огласовке. Так как у каждого имени может быть падежная огласовка, отличная от падежной огласовки другого имени. Альфафан. Слово Альфафан это Натан, является Натан, с сифатом, для имени Джаннатин, то есть его определением, его описанием. И вывести сады. Какие сады? Густые сады. У Наталь Мансуби Мансубан Мислю. Нат, с сифат, то есть определение, описание имени, которое поставлено в состояние Насб, тоже должно быть в состоянии Насб. У Аля Мутанасбии признаком его состояния Насб, ввинительного падежа, является Альфатат Захирату Аля Ахирихи, явная Фатха над его окончанием. Почему здесь признак Насб, признак состояния Насб, это Фатха, потому что Альфафан это множественное число ломаной формы, разбитой формы, иначе говоря, разбитой формы. Здесь мы тоже видим, как признак Насб в Нате, в описании, отличается от признака Насб в Мануте, в описуемом, так как мы сказали, что внимание уделяется соответствию в самом падеже, а не в падежной огласовке. На этом мы и закончили разбор с 16 аэта и этой суры, продолжим на следующем уроке, иншаллаху та'алла.